Как мы уже говорили в первой части фильма «Эволюция хариджитской мысли», самой главной отличительной чертой хариджитов от ортодоксальных суннитов является убеждение о том, что если мусульманин совершает большой грех, то он тем самым выходит из ислама и становится неверующим и вероотступником. Однако справедливости ради следует отметить, что современные хариджиты не считают неверием, куфрам, совершение всех больших грехов. Лишь совершение некоторых больших грехов, по их мнению, сразу выводит человека из ислама. Из них судить и управлять государством не в соответствии с шариатом, оказывать поддержку немусульманам в борьбе против мусульман и так далее. На первый взгляд их убеждения могут показаться безобидными и не опасными. Нам могут возразить и сказать, какая разница, считают ли они мусульман неверующими и вероотступниками или не считают. Что от этого меняется? Ведь у каждого человека есть право на собственные взгляды и свободу выбора. Какое это имеет отношение к террористическим актам в Казахстане, СНГ и мире в целом? Однако все намного сложнее и опаснее, чем это может показаться на первый взгляд. Необоснованное обвинение в неверии, такфир, является очень серьезным и опасным делом, особенно если в неверии обвиняют правителей мусульман. Дело в том, что ислам приказывает мусульманам подчиняться своим правителям мусульманам и запрещает ослушиваться их во всем том, что не запретил Аллах. Причем не имеет значения, насколько грешным и несправедливым является правитель, в любом случае запрещено выступать против такого правителя и пытаться свергнуть его. Существуют многочисленные доказательства из Корана и достоверной сунны, подтверждающие этот фундаментальный принцип ислама. Так, в качестве примера, достаточно привести лишь только один хадис, в котором рассказывается, что один из подвижников пророка, мир ему и благословение Аллаха, Хузейфа ибн Аль-Яман, да будет доволен им Аллах, спросил о том, что ему делать, если он застанет тот час, когда во главе мусульман будет несправедливый правитель, на что пророк, мир ему и благословение Аллаха, ему ответил, слушайся и подчиняйся правителю, даже если он будет бить тебя по спине и забирать твое имущество, то слушайся и подчиняйся. Однако в соответствии с исламом, правителем над мусульманами может быть только человек, который сам исповедует эту религию. Если правителем вдруг становится не мусульманин, то мусульманский народ такой страны должен приложить все дозволенные шариатам усилия и средства, чтобы власть снова перешла к ним с максимальным сохранением человеческих душ, чести и имущества людей. Вот именно с этого момента и начинаются основные проблемы. Экстремисты-хариджиты сначала находят некоторые грехи у правителей, как, например, закон или распоряжение правительства, противоречащие шариату, и тем самым незамедлительно обвиняют их в неверии, куфре, а затем призывают к их свержению. Поэтому не существует сегодня ни одной мусульманской страны, правителя которой они считали бы мусульманином. Даже короля Саудовской Аравии, чьей конституцией официально считается Коран и законодательство которой соответственно построено на исламском праве, они считают неверующим и вероотступником. Вот что сказал один из бывших лидеров современных экстремистов-хариджитов Усама бин Ладен по поводу предложения короля Саудовской Аравии Абдуллы Аль-Сауда по урегулированию арабо-израильского конфликта, которое приняли почти все главы арабских государств. Эти правители предали Аллаха и посланника и тем самым вышли из ислама. Они предали мусульманскую умму, общину. К сожалению, многие из них не ограничиваются только мусульманскими правителями. Они также считают немусульманами всех, кто работает на государственной службе у таких правителей. В особенности это относится к работникам правоохранительных органов, так как они считают их защитниками неверующего правителя и его безбожного режима. Многие современные хариджиты также считают неверующими всех тех простых людей, которые поддерживают этого правителя, считают его мусульманином. Таким образом, обвинения в неверии, которые делают хариджиты по эффекту домино, приводят к тому, что настоящими мусульманами они часто считают только самих себя. Вот что говорит один из идеологических основателей современного хариджизма, активист египетской партии «Братья-мусульмане» покойный Саид Кутб. Не существует сегодня на земле ни мусульманского государства, ни мусульманского общества. После такого тотально массового такфира, обвинения в неверии, хариджиты начинают приводить десятки аятов из Корана и хадисов из Сунны Пророка, мир ему и благословение Аллаха, которые призывают защищать свою родину, землю мусульман, и вести войну, вооруженный джихад, против врагов ислама. Таким образом, целью хариджитов является с помощью вооруженной борьбы создание исламского государства, в котором бы полностью практиковалось исламское право. Конечная цель – создание единого мусульманского государства, халифат, который в свою очередь даст мусульманской нации былое могущество и будет приютом для всех мусульман. Следует отметить, что многие мусульмане мира стремятся к объединению и созданию единого мусульманского государства, и в этом нет ничего порицаемого, особенно в сегодняшнюю эпоху глобализации, когда многие страны интегрируют и объединяются в различные негосударственные организации, как, например, Европейский Союз. Однако проблема хариджитов заключается в методах и средствах, которыми они пользуются для достижения этой изначально благородной цели. Всеобщего мусульманского объединения. Для осуществления в уши упомянутых целей хариджиты ставят перед собой две основные задачи. Первое. Силовое свержение всех мусульманских правителей и захват власти в этих странах. Айман Завахери, человек, который считается сегодня лидером хариджитской террористической организации Аль-Каида, призывая мусульман к восстанию и к свержению своих правительств, сказал, мы ведем освободительную и освобождающую войну, освободительную от тиранов и грешников, освобождающую мусульманские страны. Второе. Вооруженное противостояние, включая террористические акты против интересов и граждан тех немусульманских стран, которые, по их мнению, противостоят им в достижении их основной цели. В основном это те страны, которые имеют свои вооруженные войска на территориях, где проживают мусульмане. В качестве примера можно привести такие наиболее нашумевшие террористические атаки, как разрушение Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го и взрывы в лондонском метро 7 июля 2005-го. По сей день современные хариджиты радуются этим совершившимся терактом и убийству большого количества гражданского населения, пусть даже не мусульман, хотя там были и мусульмане. Что даже при настоящем каноническом джихаде, с удовлетворением всех шариатских требований является запрещенным в исламе? Что же тогда говорить про сегодняшний их джихад, в котором вообще не соблюдается никакие шариатские условия? Для свержения мусульманских правителей и создания халифата у хариджитов существует два основных метода. Первый метод – свержение правительств мусульманских стран извне. Для этого хариджиты скапливаются в попытке образовать свои государства, которые были бы способны защищать себя и свергать мусульманских правителей. Подобные скопления, как правило, имеют место в конфликтных и бесконтрольных зонах, как, например, на территориях Афганистана, Ирака, Сомали, Йемена и так далее. К примеру, можно привести Аль-Каиду на Аравийском полуострове, который оперирует в основном в Йемене, в горных и неподконтрольных властям территориях. Одной из главных целей этой террористической организации является свержение правящей власти Саудовской Аравии. Второй метод – подрывная деятельность внутри мусульманских стран. Хариджиты прибегают ко всем возможным методам, чтобы запугать и свергнуть правительство. К этим методам, в частности, относятся террористические акты, вероломные убийства, грабежи и так далее. В этой безумной войне экстремисты-хариджиты считают дозволенным и даже обязательным убийство правителей мусульман и всех тех, кто поддерживает их. В особенности это касается работников правоохранительных структур такой страны. Вспомните, на кого охотился экстремист-хариджит в казахстанском городе Таразе. Так, например, Аль-Каида взяла ответственность за ужасный теракт, проведенный на территории Саудовской Аравии 27 августа 2009-го. В священный месяц Рамадан, назвав его героическим актом, когда один из ее членов, Абдуллах Аль-Асири, которому на тот момент было всего 23 года, взорвал себя при встрече с заместителем министра внутренних дел Саудовской Аравии принцем Мухаммадом бин Наифом Аль-Саудом. Примечательно, что экстремист-хариджит Аль-Асири разыскивался еще до самопродрыва и состоял в списке 85-ти, список самых опасных и разыскиваемых Саудовской Аравией террористов. Аль-Асири вышел на связь и поговорил по телефону с Мухаммадом бин Наифом, заявив, что сожалеет о содеянных деяниях, хочет покаяться и встретиться с принцем лично. Поверив в благие намерения террориста, принц решил не давать распоряжения о тщательной проверке Аль-Асири, который спрятал взрывное устройство внутри своего тела, по всей вероятности в животе или же в прямой кишке. К счастью, Всевышний предопределил так, что принц Мухаммад бин Наиф почти не пострадал, так как бомба взорвалась внутри тела экстремиста Хариджита и таким образом разорвала на части только его самого. Однако на этом заблудшая Хариджитская идеология не останавливается. Ее приверженцы, Хариджиты, также позволяют себе убивать всех тех, чья смерть может принести пользу в их безумной войне. Приведем выдержки из их трудов для подтверждения этого безумия. Так, в журнале Аль-Ансар, один из рупоров Хариджитов, опубликованном 2 мая 1996 года на странице 3, вышла статья, в которой Хариджиты выражают свое восхищение тем, как молодой парень из местечка Бугара, неподалеку от столицы Арабской республики Алжир, совершил великое преступление. Этот заблудший человек убил свою мать и своего отца за то, что они хотели выдать замуж его сестру за сотрудника правоохранительных органов. Просим у Всевышнего Аллаха спасение от такого заблуждения и невежества. Но даже на этом заблуждения фанатичной группировки Хариджитов не заканчиваются. Их лидеры в своих фетвах, религиозных постановлениях, дошли до того, что дозволяет убийство даже детей и женщин для того, чтобы запугать своих врагов. В частности, такую фетву дал один из лидеров Хариджитов Абу-Катада Аль-Фаластине. Примечательно, что этот человек, имея палестино-иорданское происхождение, сам живет в Англии, несмотря на то, что разыскивается иорданскими властями по обвинению в терроризме. Европейские СМИ часто называют его послом Аль-Каиды в Европе. В 90-м выпуске журнала Аль-Ансар на странице 12 Абу-Катада оправдывает Хариджитов в Алжире, которые убивали там детей и женщин, сказав. Таким образом, становится ясно, что тот факт, что вооруженные исламские формирования убили детей и жен вероступников для того, чтобы запугать их, и чтобы они уменьшили давление на заключенных и братьев, является законным поступком, в котором нет сомнения.